Всем привет, уважаемые зрители, с вами Ingvar и добро пожаловать на очередное видео, а также, конечно же, в рубрику Ingvar News, где мы делаем различные вещи. Рассматриваем новинки, старинки, общаемся, лего, трансформеры, тачки, либо что-то еще такое мы делаем в данной рубрике, конечно же. Сегодня мы действительно рассмотрим огромное количество трансформеров. Не новых, а старых, которые я, как бы, видимо, забыл, оставил, не уследил, но вы мне напомнили, и сегодня мы эту вещь, конечно же, исправим. Мы сегодня рассмотрим самый последний старин, который я не рассмотрел, и тут у нас имеется достаточно этих трансформеров, достаточно этих мультиков, мультсериалов. По каким, вы спросите у меня, по японским мультсериалам? Все очень просто. Это, конечно же, Headmaster, это, конечно же, Super God Master Force, это, конечно же, Victory, Zone, вроде бы еще тут у нас имеется такой мультсериал Return Convoy, как-то так называется, и Scramble City, вроде тоже туда относятся. Вот столько мы рассмотрим трансформеров. Я не знаю, как мы успеем, за час-полтора постараемся как-то быстро, потому что некоторых мы вроде бы видели, некоторых нет, но некоторые действительно очень необычные. Новые, например, вот как Beast Forms, есть такой, что ли, мультсериал, или как, или такая просто подсерия, изучим, посмотрим. Каких-то быстро рассмотрим, каких-то очень так внимательно, посмотрим, как получится. Тянуть томить, конечно, я сейчас не буду, будем переходить к рабочему волшебному СТО, и что это означает? Что все, больше старинок по трансформерам точно не будет, потому что мы все серии, которые могли, посмотрели, честно. Да, может, какие-то там вот такие вкусенькие серии, где там имеется, допустим, 23 трансформеров не посмотрели, но, как бы, я думаю, не столь уж важно, потому что, ну и так, мы уже все посмотрели, проанализировали, выяснили, поняли. Но если говорить вот сейчас, наперед, что я могу сказать по поводу вот этих трансформеров по японским мультсериалам, правда, они необычные. Они, да, временами простенькие, временами прикольные, странные, но в них что-то есть. И из-за этого тебе хочется некоторых трансформеров, правда, прикупить, найти, обнаружить и иметь, потому что у них имеется вот что-то вот оттуда, с тех годов, и действительно, получилось-то прикольно. Когда тогда дети могли это получить, они вообще были в восторге. С современным детям, возможно, правда, эти трансформеры не особо и понравятся, но те, кто застал те времена, например, начало 2000-х, там, 2005-е и так далее, примерно тогда еще трансформеры по такому дизайну выходили, правда, он от этих также будет фанатеть. Все, пожалуй, столичка, вот такой вывод, такой итог, пожалуй, я этих старинок, наверное, подведу. Переходим к рабочему столу и смотрим по порядку. Начнем с, конечно же, Scramble City. Начинаем, приятного просмотра. Ну и так, тут у нас будет конкретный разброс, будут какие-то в упаковке, какие-то не в упаковке, вообще, как-то что-то, чего-то, но, надеюсь, будет, правда, интересно. Как я выяснил, вот здесь у нас получается, что из пяти трансформеров у нас получится гештальт, либо ты можешь, как я выяснил, купить вот такой набор и сразу получат всех и гештальт, либо можешь по отдельности покупать. Я уже не стал скачивать фотографии, где они по отдельности, каждый упакован, я решил сразу вот такие брать в упаковке. То есть, там вроде бы они друг от друга-то ничем не отличаются, либо там вообще немножечко и все. Такие трансформеры, не знаю, мы рассматривали раньше или нет, но в японской версии это вот так вот. То есть, их язык, конечно же, как мы любим, наверное, говорить иероглифы и так далее, оформление немножко вот другое, циферки здесь добавлены, ну и, может, что-то еще здесь по-другому. То есть, таких героев мы, конечно же, видели, а сам гештальт, конечно же, точнее, вот наши роботы, трансформеры, конечно, некоторые у меня подобные вроде бы были, только китайской версии, военная тематика, вроде бы под Брутикуса они как бы косили, но в итоге от них ничего не осталось. Но здесь, как бы, да, наклеечки имеются, разукрашен вроде неплохо, основной герой тоже, но вроде неплохо, а сам гештальт-то у нас вот такой, как бы, не скажу, что он ужасный. Вот эта часть, если вот посмотреть на туловище, голову и вот эти руки, очень, да, неплохо, если честно. Если ведь про стопу и вот эту часть вроде неплохо, а вот здесь как-то может простоватенько-худенько, не уверен, кто-то скажет, но я, наверное, скажу, еще ничего нормального, то есть такой неплохой гештальт. Дальше у нас вот такие наборчики были, малюсенькие трансформеры, возможно, что-то такое мы подобное когда-то рассматривали, то есть 5-pack, конечно же, различные герои, можно их и по 11, конечно, было купить, тоже оформление здесь как бы отличается. В Америке был один дизайн, в Японии вот так вот, то есть различные словечки имеются, конечно же, я даже не знаю, что там написано, ну и циферка, ну и трансформация на обратной стороне, конечно же, картонки. Дальше были еще вот такие, то есть получается, либо они могли вот так вот продаваться с такой упаковкой, где ты мог увидеть самого трансформера, либо они были запечатаны конкретно, то есть как сейчас примерно пытаются сделать, то есть было два варианта получается. Ну, герои, вот здесь они друг от друга не отличаются, вот в чем как бы фишка, то есть как бы оформление коробки и все отличалось. Ну, сам трансформер в виде альт-режима прикольный, нравится, похоже. Затем у нас бичкомбер, конечно же, имеется, если не ошибаюсь, это он, тут тоже самое, считайте, что в Америке было, так же и в Японии, то есть только поменяли здесь язык и все. Поэтому можем здесь быстренько, си-спрей также, особо изменений никаких нету, а вот с Уилли, если не ошибаюсь, конкретные изменения. Я не знаю, было так в Америке или нет, но вот голова, вот действительно, вот так вот, то есть приоткрыл такую, честно, странно воспринимается, машинка вроде ничего, но в виде робота мне как-то страшно. То есть хоррор-фигурка, соглашусь, трансформер, ну не знаю, как-то мне данная фигурка, ну не то, что прям не нравится, но как-то я не знаю, как воспринимать. Затем, конечно же, кассетники, мы подобных вроде бы когда-то тоже рассматривали, видели, здесь просто оформление чуть другое, ну и, возможно, чем-то еще отличается. Ну вот здесь золотые детали, как бы для декора, для усиления. Дальше у нас вот такой, как бы, носорог имеется. Ну, кассеты, правда, прикольно, сделаны хорошо, наклеечки здесь имеются, конечно, они отрывались, но если с ними быть аккуратно, то они будут держаться и 50, и 100 лет, как говорится. Но они сами прикольные, и в них вот это есть аура тех годов, и это замечательно. Вот у нас еще такой герой, конечно же, имеется, вот синенький, то есть то их путают, то один и тот же герой. То есть, вроде это разные, но, в общем, не об этом. Потом у нас имеется ультрамагнус, если не ошибаюсь, и еще могу подметить, чуть не забыл, вот вспомнил. Например, в американской версии, например, зовут вот этого героя, допустим, Хот Рот. А в японской версии его не зовут Хот Рот, а как-то там, я не помню, его звали Конвой, что-то наподобие этого. Тоже в этом отличие, я не знаю почему, как бы просто хотят по-своему, чтобы было, либо еще по каким-то причинам, но вот такие отличия. То есть, как бы получается, это вроде бы Optimus Prime, а в японской версии это не Optimus Prime, это какой-то там Генрай, или еще что-нибудь около того. Значит, вот такой, скажем так, ультрамагнус, но вроде бы тоже от предыдущего-то ничем не отличается от Дживановского, вроде бы, если ничего не путаю. Ну, выглядит как бы, как машинка прикольная. Но вот здесь, даже не знаю, вроде тоже интересно, прикольно, супер, может, по-детски, но вот и с другой стороны как-то, блин, и не знаешь, как даже смотреть на это. Ладно, очередной гештальт, таких мы протектоботов, конечно же, знаем, это вроде бы они, если ничего не путаю, конечно же, можно по-детски было купить, либо сразу же в наборе. Вот наш состав, ну, вроде бы, роботы получились прикольно, основной герой, правда, хорошо, хот-спот, если не шивайся его звать, потом здесь остальные, но тоже, как бы, может, вот этот герой очень выделяется, очень такой, как-то сильно выбивается из отряда по дизайну, но так, вроде, неплохо, сам гештальт вот такой, конечно же, то есть, мне лично предаться ни к чему. Вот здесь уверенный гештальт, все будет держаться хорошо. Дальше, вот, здесь, как бы, у нас, если не ошибаюсь, Родимус Прайм, а там немножечко иначе его звали. Ну, вроде бы, все похоже, что и, как бы, оригинального хот-рода Родимуса, но вот в виде робота, вроде бы, как-то и по-другому было, если не ошибаюсь, или как. Но вот если, например, убрать, вытащить переднюю часть машины, то у нас будет такой небольшой страх. Я не знаю, это так, не так, либо я чего-то еще не добрал, не взял, но смотрится странно. То есть, если все это трансформировать, может, получится вот прикольно. Да, вот у нас вот так получится, но в виде того, что мы увидели вот сейчас недавно, как-то странно. Не знаю, либо чего-то я недовзял, либо что-то где-то как-то раскроется, или еще что-то. Но, в общем, тоже вроде вот такая композиция прикольная, здесь, как бы мы подобных видели и в серии Kingdom, но в виде робота тоже вроде прикольно, вроде с тех годов, вроде и красиво, но как-то и чуть-чуть страшненько. Если бы этих наклеек не было, я бы, наверное, сказал вообще, как бы и ужас. С наклейками еще более-менее как-то смотрится. Затем у нас еще один, конечно же, такой товарищ, но он вроде бы, да, отличается, без прицепа, здесь полноценная машинка, то есть, получается, если не ошибаюсь, как бы ход рот. Но здесь выглядит прикольно, хорошо, похоже даже на самые современные, последние, конечно же, модельки, фигурки, нормально, мне лично нравится. Да, может, воспринимается немножко не так, непривычно, но тоже хорошо получилось. Дальше, Blur, конечно же, ну, тут дизайн у нас примерно как и в американской версии, конечно же. Сам робот, ну, вроде, если не ошибаюсь, плюс-минус, может и отличается жестко, но, как бы, вроде воспринимается, это замечательно. Дальше у нас еще Джан Кионец, как бы, вроде что-то около того в первом поколении и выходило, если не ошибаюсь. Кап, тоже, вроде особо-то и ничем не отличается от американской версии, если ничего не путаю. Наклеечки, есть, вроде, детализация тоже, может быть, и отличается, но я вижу, что местами он, честно, сильно и похож. Дальше, другие герои, тут трехрежимники сейчас пойдут, но, вроде бы, от американской, опять же, версии не особо-то и отличается. Похоже, прикольно, хорошо, претензий лично к данной фигурке у меня нету. Вот, такая, как бы, баги есть, не ошибаюсь, наклеечки здесь у нас, конечно же, расположены, а вертолетик у нас вот такой. Ну, тоже прикольно, лично мне придраться, ну, не к чему. Затем, Спрингер, вроде тоже, как бы, есть какие-то изменения, вроде что-то не свое внесли, а вроде и похоже то, что мы когда-то рассматривали, да, фигурки по первому поколению, мультику, материалу, как бы, вроде нормально. Мне лично тоже нравится, с наклейками, честно, очень непривычно, то есть, их очень много. То есть, раньше они, получается, все детализацию показывали на наклейках. Сейчас, конечно, наклейки либо и нету, либо там вообще редкость, а пытаются на деталях, да, что-то там проделываясь, показать трубочку и так далее. То есть, получается, еще, не знаю, не позволяли технологии, либо еще не додумались, но наклейки в целом-то спасали положение. Это замечательно. Затем у нас, конечно же, имеется вот такой герой, тоже, вроде бы, трехрежимник, конечно же. Что-то подобное рассматривали, видели, как такой корабль прикольный, самолет, ну, конечно, страшненький, но пытались, конечно, сделать три режима в виде робота. Ну, да, тут прям вообще, получается, тут часть, как говорится, самолета, корабля, в итоге вот и робот. Ну, идея неплоха, но робот, честно, такой немножко страшненький, скажем так. Потом у нас Metroplex, прикольно, то есть, вроде бы, он особо сильно не отличается от фигурки из первого поколения по тем американским, конечно же, мультикам. Вроде, честно, ничем не отличается, так что, вроде бы, здесь все хорошо, как и у того. Потом, конечно же, вот наши стантиконы. Вот можно, например, вот так было покупать каждого по отдельности, либо разом. Сейчас данная фигурка Гешталь также будет скоро продаваться. Можно уже постепенно его собирать, либо уже кто-то, может быть, собрал стантиконы. У меня уже есть, замечательно, получится остальных, я не знаю, но если сравнить с стантикона, который тогда выходил и сейчас, ну, в виде машинки, может быть, который сейчас получился намного лучше. Хотя и про этого ничего плохого сказать не могу, нормально, похоже, интересная машинка. Значит, сам вот Миносор, вот такой вот, конечно, вроде бы, туловище, голова, ноги, ничего интересного. Но вот как руки прикрепились, конечно, странненько. То есть, получается, здесь как будто держится на какой-то балке, железочке. Вот прямо вот дотроньте и отвалится, и он без рук. Ну, не знаю, вроде бы Гештальт это что-то такое всемогущее, а тут у нас как бы вот так вот. Не знаю, как бы, если на это закрыть глаза, то прикольный Гештальт тех времен, если честно. Вот наш состав в виде роботов тоже нормально, хорошо смотрится, вообще, честно, претензий нет. То есть, они, получается, быстро еще, наверное, трансформировались. Ну, виде робота, да, Джакстрип современный, конечно, получился во много раз лучше, чем этот, но этому тоже, я думаю, стоит отдать уважение. Дальше у нас пойдут Секеры, вроде бы, чем-то отличаются тех, которые выходили в американской версии, либо не совсем. Вот различные, конечно же, герои, ну, как бы, давайте на них заострять внимание не будем. Циклонус, конечно же, ну, тоже, вроде бы, похожий, немножко отличается на современного. Тоже есть некоторые нотки, ну, как бы, и неплохо. Дальше, Скерч, конечно же, ну, тоже тут особо изменений, как бы, и есть, и нету, но, вроде, получился здесь нормально, как ни странно. Дальше у нас еще вот такие кассетники в коробочках, и, вроде бы, они побольше по размерам, если не ошибаюсь. Рэвич, либо вот так, либо вот так вот, то есть, либо они по размерам даже не отличаются. Вот, вот, не знаю, вот это вот я как-то не уточнял, но ты мог, как бы, выбрать, как тебе лучше, что ли, купить. Либо они чем-то отличались, что ли, по детализации, или как, ну, в общем. Значит, еще вот такие были товарищи, это у нас Лейзербек, и их, видимо, можно там было даже в коробочку, что ли, как-то сложить, положить. Рэдбет, конечно же, ну, и наш Гальватрон, это уже, вроде бы, наверное, как бы, как Воджер-класс, лидер, что-то около того, то есть, можешь даже в такой а-ля пистолет превратить. Ну, вроде бы, альтрежимы неплохие в виде робота, но тоже, да, не супер по-современному выглядит. Он выглядит, как тогда, в те времена все делали, но получился тоже хорошо, нормально, достойно, не стыдная фигурка. Это, я думаю, замечательно. Конечно же, Триптикон, вроде, и не отличается сильно от американской версии, а если отличается, то я не замечаю. Но результат мне здесь нравится, прикольный, скажем так, как бы, ящер-динозавр, да, скажем так. Потом, конечно же, у нас Брутикус, вот наш состав, разом мог всех купить и собрать такой гишнальт. Вроде бы, от Дживановского-то, я не особо-то, чем отличается, если не ошибаюсь. То есть, потом у нас пойдут еще, вроде бы, такие необычные герои, если не ошибаюсь, тоже, вроде бы, как бы, как трехрежимники, если ничего не путаю. Да, трехрежимники, но тоже, вроде, и похоже, что мы получали в американской версии, тут, вроде бы, что-то около того тоже получилось. Конечно же, предокинг у нас тоже, здесь разом ты мог весь состав купить, результат, считайте, вроде бы тот же самый, что и в Америке продавалось. Только, вот, отличались, там, например, наклеечки, либо еще какая-то детализация, либо аксессуары. Ну, и еще немножечко наборов из вот этой серии, Scramble City. Вот такие у нас были трипл-паки, конечно же, вот так все было там положено. Вот, мне нравится, что здесь оружие, не просто, там, например, какие-то там разноцветные, черного цвета, а вот были вот такие, как бы, серебряные, или там еще позолоченные, скажем так. Вот, могли бы это вернуть сейчас и сделать, потому что, думаю, ну, это будет прикольно, уместно, хотя, не знаю, может, это уже и не нужно, но, я думаю, можно было бы местами кому-нибудь такие, правда, аксессуары положить. Сзади вот такое оформление, инструкция получается на обратной стороне. Вот у нас четыре этапа, трансформацион, даже три, и все. А нам в инструкциях вообще растянули на 30 этапов. То есть, вот так вот, Дарюк свой трансформер, три этапа, и готово, а не то, что 20 этапов. Ну, ладно. Вот еще такой трипл-пак, вроде бы, не особо там он чем отличается, и, конечно же, Старскрим и Мегатрон. То есть, вот так все было сложено, ну, упаковано, правда, хорошо. Мегатрон в виде пистолета очень хочется, но сейчас то, что творится, я думаю, нереально заполучить. Но я хотел бы и буду надеяться, что рано или поздно такого выпустят. Ну, еще эксклюзивы, то есть, вот такие герои какие-то необычные. Вообще о них ничего не знаю, но, вроде бы, они, как бы, где-то продавались, или не везде. Первую серию рассмотрели, теперь давайте перейдем к следующей серии, а именно к Хедмастерам. О Хедмастерах мы, наверное, уже что-то знаем, может, не совсем до конца, но, вроде бы, мы что-то смотрели на других старинках, но сегодня продолжим, либо освежим немножечко память. Очередной гештальт, конечно же, тоже можно было покупать по 11, либо так, но посмотрите на данного гештальта, он получился, честно, бомбический. Да, он вышел тогда, но он вышел здесь восхитительно, то есть, может быть, опять же, с руками здесь некоторые проблемы есть, но если вот с такого ракурса, смотрите, не смотрите сюда, великолепный гештальт, как бы, купил этого, можешь современного купить, и все, и тебе, как бы, хватит. Дальше вот такие трансформеры были, то есть, что-то около того сейчас, да, скоро будет по материалу F-SPAR, который на палец, а тут, как бы, вот так, либо я ошибаюсь, плохой пример дал, но такие тоже тогда, конечно, продавались. Опять же, вот такие трансформеры, которые быстро трансформируются, но в упаковочках не запечатаны в пластмассе, а в картоне, то есть, тоже они меняли оформление, получается, или еще что-то, но давайте смотреть дальше, то есть, вот такой герой, вроде бы, не знаю, где-то еще когда-то выходило, честно, не знаю, имя не знаю, не запомнил, но такой вот летающий дракончик. Потом двухголовый дракончик, конечно же, автоботик, ну, тоже вроде и простенько, вроде как-то и ничего получился. Видеоробота, честно, нормально, а вот альтержим, ну, не знаю, странненький. Потом у нас вот такой вот герой, я знаю, его, если не ошибаюсь, но имя, честно, сейчас не вспомню, то есть, уже вот наши хедмастеры, то есть, их головы превращаются в мини-трансформеров, отсюда и называется хедмастеры. То есть, как бы, голова контролирует тело и дает силу, и не только. То есть, вот, видеоробота, машинка, вроде прикольно, хорошо. Затем у нас, конечно же, и другой хедмастер, тоже, все считайте то же самое, просто отличается и герой, альтержим, различные детализации и так далее, ну, тоже вроде ничего получилось. У этого трансформера, могу сказать, ну, тоже, вроде бы, нормально, вот такая вертушка. Не подумаешь, наверное, с какой-то стороны, что он будет трансформерировать, потому что такие подобные раньше фигурки выходили, прям конкретные. Пластмасса, кусок пластмассы, то есть, допустим, там огромнейший вертолет, и все, и здесь, считайте, с трансформером так же получилось. Какая-то функция здесь тайная, что ли, имеется. Интересно, интересно, то есть, вроде бы простенький трансформер, но какой-то такой тайный, скажем так. Потом у нас, если не ошибаюсь, брейнсторм, если ничего не путаю. Вот такой вот альтержим, ну, вроде и неплохо, и сам робот получился нормально. Имеется Sandstorm, есть, я ничего не путаю, как-то напоминает его, а может быть, это не он. Ну, тоже баги, вроде прикольно, может быть, слишком ярко, вот здесь, честно, по глазам этот желтый цвет бьет. Вот, но видеоробота, конечно, вроде и ничего, но вот эти колеса очень сильно выбиваются, как-то, может, для устойчивости, честно, пригодятся они, но смотрятся правда. Вот эта фигурка вышла тогда, они пытались сделать как можно круче, но вышла вот так вот. Вот, как бы, спасибо, хорошо, но сам баги получился, правда, по-детски, играться, наверное, было тогда хорошо. Затем у нас имеется вот такой герой, который вот недавно, вроде бы, в серии Legacy появился, если не ошибаюсь. Имя сейчас, опять же, не вспомню, но неплохо. Ноги, конечно, не шевелятся, они соединены. Ладно, ну, такой герой, я думаю, тогда был очень даже, не знаю, любимым, прекрасен и желали, не знаю, купить, поиграть. S-Kids, вот у нас тоже, мы знаем, что он был хедмастером, конечно же, в какой-то момент, промежуток. То есть, интересная картина получается. То есть, получается, автобот-знак в виде робота смотрится как положено, а в виде машинки он вот так вот. Интересно получается, ладно, но машинка, как бы, да, очень такая тоже странненькая. Странненькая, наш, как бы, таргет-мастер, либо это уже таргет-мастер, пошли они, хедмастеры, тут я, возможно, ошибку сделал. Ну, наш трансформер вот так вот его раскорячил, то есть, крепится вот таким образом, превращается в пушку. Смотрится странно, но, видимо, другого выбора нету, но сам робот вроде прикольный. Потом у нас вот такой вот, конечно же, герой вышел. Как бы, подобных героев мы уже знаем, Grapple, Хойст и вот кто-то еще, а вот как, я, честно, имя забыл. Ну, не знаю, похоже, прикольно, хорошо, нормально, но просто это совершенно другой персонаж. Затем у нас еще один таргет-мастер, получается, это уже не хедмастер, а таргет-мастер, который превращается в оружие, в пушку, конечно же. Машинка, как я вижу, здесь прикольная, даже очень прикольная, напоминает мне Джаза из серии Кингдам по золотому диску. Да и в виде робота, могу сказать, получилось очень даже хорошо. Вот эти золотые детали, прям действительно, они ему помогают и, наоборот, подчеркивают все остальное. Затем у нас вот такой, конечно же, герой вышел, это у нас двойной агент, скажем так, да, то автобот, то десятикон. Как бы, имя я уже, честно, его забыл, но герой знаком, о нем, конечно же, делал видео. Прикольно, думаю, похоже, что и тогда было. Очередные, как бы, братья, скажем так, тоже, как бы, очень странно выглядит и как в виде робота, и как в виде машинки, истребителя такого, корабля летающего. Но, с другой стороны, для игры, наверное, такие, действительно, и нужны с какой-то стороны. Затем у нас имеется, опять же, что-то наподобие Метроплекса, но это не Метроплекс, а другой персонаж. Опять же, либо Фортрес Максимус, если не ошибаюсь, либо около того, потому что, вроде бы, какой-то еще имеется брат у Фортреса Максимус, если ничего не путаю. А в виде базы, получается, вроде бы, что-то около того, как у Метроплекса плюс-минус. Может быть, отличается, но я, вроде бы, картинку не знаю, не стал брать или не нашел. Потом у нас имеется, конечно же, бластер, только в других цветах, конечно же. Думаю, дополнит коллекцию, тем более он в виде радиопремника получился здесь очень даже круто. Считайте, вот то, что мы получили в серии Kingdom Legacy, мы и тогда что-то такое подобное получали. То есть, качество, считайте, но не хочу сказать, что вообще не изменилось, ничего вообще не поменяли. Поменялось, конечно же, намного стало круче, но и то, что тогда вышло, тоже было, считайте, вот на таком уровне. И замечательно, классно. То есть, ты можешь иметь и этого, и все, и тебе больше никакой бластер не нужен. Но можешь еще купить современного, последнего, для сравнения, ну и для эволюции. То есть, правда, офигенная фигурка. Ну и очередные кассетники тоже, как бы, были перевыпущены, если я не ошибаюсь, только вот в таких упаковочках. Возможно, каких-то здесь и новых можно встретить, но давайте заострять на них внимания не будем. Прикольные, интересные кассетники, дополнит, конечно же, коллекцию. Затем очередной гештальт, конечно же, только из различных паровозов, трамваев и не только. И могу сказать, сейчас подобный гештальт постепенно выходит. Уже имеется сколько-то героев, и, правда, результат мне очень нравится. Вроде бы, если не ошибаюсь, вот этот герой уже есть. В продаже, и, вроде бы, вот этот, и еще какой-то анонсировали. И, вроде бы, вот этот товарищ автоботик, он получился, правда, очень же офигенный. Ну, то есть, читайте, длиннющая колбаса, как бы грубо ни звучало, превращается, что-то там крутится, вертится, и в итоге получается такой широкий трансформер. То есть, вот до чего дошли технологии. Раньше-то, получается, все это было простенько, а сейчас прям раз-два, и, как бы, получается офигенный результат. Здесь гештальт у нас, ну, вроде ничего, возможно, очень стройный, высокий такой, да, статный, может быть, но, не знаю, неплохо. Хотя, наверное, современный его переплюнет, узнаем, я еще не видел конечный результат, но идея с поездами очень даже интересная. Еще их можно было, получается, объединить в единый, как бы, такой длиннющий поезд. Дальше вот такие герои были, это вроде бы как набор, что ли, вот такие хедмастеры. Интересно, можно было как-то дополнить коллекцию. Дальше, конечно же, у нас есть, не ошибаюсь, Абоминус. Из террорконов, получается, данный гештальт образуется, есть ничего, не путь, если что, подправлять, потому что каша уже, честно, в голове от всяких трансформеров. Ну, вроде бы, результат тоже неплохой. Тут я, пожалуй, придираться не буду. Интересно, сгодится. Потом у нас очередные хедмастеры, то есть пополнилась, конечно же, серия отличными героями. Что-то подобное мы, конечно, недавно рассматривали, либо очень давно рассматривали. Вот у нас еще один такой трансформер. Вращается в такого волка, если ничего не путаю, но тоже получилось хорошо. Ноги не соединены, это замечательно, значит, они будут шевелиться, это круто. Могу сказать, в виде робота получилось очень даже шикарно, если честно. Вот у нас еще один Майнд Вайп, если не ошибаюсь, прикольный герой, персонаж. Здесь, конечно, он как-то, не знаю, вроде бы и неплохо, в виде летучей мыши, в виде робота может быть и страшненько. Но есть современные версии, вроде тоже ничего, ну и этот тоже ничего. И вроде бы этот от, как бы, Дживановского сильно отличается. Да, я про американскую версию. Потом у нас вот такие еще герои тоже выходили, перевыпускались, но вроде и неплохо, хорошо. И здесь уже с таргет-мастерами, если не ошибаюсь. То есть, да, пошли у нас таргет-мастеры. Тут даже написано замечательно, отлично. Вот еще такой персонажик. Ну, что-то подобное мы недавно видели, и сейчас что-то еще, возможно, продается. Тоже прикольно, хорошо, придираться я не буду. Потом у нас дальше идут герои. Тут такой герой тоже выходил тогда. Да, я говорю, что необычно с двумя кабинами, и здесь в виде робота, честно, получилось очень даже шикарно. Как будто из серии Combiner Wars, как мне кажется. Скорпанок, очередной титан. Что-то как-то у него лицо такое как-то... А как это здесь на картинке? То есть, удивленное лицо, ладно. Сам, наверное, не ожидал, что появится в виде фигурки. То есть, титан, титан. Вы посмотрите на него. Здесь все накачано, здесь прям могущественно, здесь сильное. Ну, титан, ну еще какой титан. Титан, альтер-режим в виде скорпиона, база. Считайте, подобные фигуры, конечно, выходили. Но что сейчас имеется, что тогда все на высоте. То есть, прикольный, хороший дисптикон и, конечно же, титан. Потом вот такие два борота акробата, если не ошибаюсь. То есть, подобные, конечно, и тогда выходили. Но в японской версии здесь вот так вот все получилось. Не знаю, отличаются ли они от американской версии или нет. Ну, как-то, не знаю, непривычные. Я бы таких, честно, не брал бы. Потом у нас еще два брата акробата. И это у нас Battle Trap. И вот могу вам сказать, что Battle Trap, который будет в фильме Rise of the Beast, он как, будет трансформироваться тоже из двух трансформеров, либо из одного, или как. И он вообще связан с этим, наверное, нет. Но имя взяли, получается, вот у этого персонажа. То есть, вот такой результат, честно. В виде техники неплохо, но вот как это крепится, это, конечно, странная вещь. Но тут мы видим некоторую вещь. То есть, таких подобных трансформеров мы видели не так-то давно. Например, все роботы под перекрытием 2015 года. То есть, например, соединяешь одного и другого, и получается единый, как бы, огромный трансформер. Что-то подобное тогда были. Наверное, не знали, как реализовать. Но в современном мире мы увидели, как это, как бы, по логике должно было быть. Дальше у нас имеется Sixshot, если не ошибаюсь, у которого режимов огромного, огромное количество. И тут тоже мы это получаем. Вроде бы, когда рассматривали первое поколение, такие режимы там, как бы, и были. Ну, еще немножечко трансформеров, которые, как бы, получается, превращаются в животных. Вот у нас, например, как AppFace. И не только и Headmaster у него также имеется. Ну, вроде ничего, хотя в виде гориллы очень странно выглядит. Дальше у нас, как-то, не особо я помню, Теразавр, вроде бы, если не ошибаюсь, называется. Но тоже и в виде истребителя, и в виде динозавра, в виде робота, как бы, ну, на свой вкус. Хотя, может быть, еще истребитель очень даже и неплохой. Потом у нас Sound Blaster имеется. Это, как я понял, эксклюзив, не эксклюзив. И результат, да, такой же, как у Sound Wave, просто отличаются цвета, ну, и некоторые, возможно, тоже вещи. Ну, еще, естественно, Shark Tickon. Ну, вроде, получился и прикольно, но, честно, как-то и немножечко страшненько, если честно. Прикольно в виде альт-режима, но в виде робота я бы здесь, наверное, чуть-чуть поменял бы. Ну, ладно. И все, на этом мы эту серию закончили. Теперь давайте быстро пробежимся по одной серии, такой вот необычный, как-то под названием Beast Forms. Я, честно, вообще не совсем знал, что это, чего это. Либо это по какому-то мультсериалу специальному, либо просто такая подсерия, а здесь они решили выделить. Но это у нас, получается, такие трансформеры, которые не будут трансформироваться. Они будут в виде статуэток представлены, но они все будут у нас выглядеть, как животные, звери и так далее. Чтобы, как бы, вам понять, о чем я имею в виду, давайте снова перейдем к рабочему столу. Я не стал брать упаковки. Я сразу же решил всех взять, как они просто выглядят. То есть, вот на примере вот такие вот упаковки. Ну, а как они будут выглядеть, они примерно вот так вот. То есть, вот такие животные, честно, некоторые мне понравились. Необычные, красивые, с оружием. Получается, можно, конечно же, снять это оружие, можно вставить в руку. Вот, например, вот такая крыса, вот такой, как бы, олень. Какой-то такой роботизированный, механический. Не знаю, по какому-то мультику, где они были, как они были. Честно, я не представляю, если вы знаете, напишите в комментариях. Некоторые герои, правда, прикольные. Например, вот в самой первой серии, вот этот, такой вот, как бы, как слон, да, или мамонт. Прикольно, интересно. Хотя тоже, вот посмотришь на данного героя, и не совсем-то поймешь, он относится ли к трансформерам. Или не относится, честно. Мне вот сложно сказать, но такое было, и это, вроде бы, как бы, как трансформеры считаются. То есть, различные герои, конечно же, здесь были. Потом, конечно, начали уже, вроде бы, местами повторяться. Вроде бы, уже не с этим красиво было. Что-то, возможно, мы в будущем увидим подобных героев. Например, вот такое подобное. Что-то мы в будущем увидим. Ну, конечно, не такого, но плюс-минус, да, некоторые детали. Есть вот такого-то змей, да, из серии Ниндзяга. Ниндзяга что, взяли? Вот у него некоторые детали. Вот еще взял упаковку. То есть, вот так они выглядели. И, честно, трансформеры, есть автобот, получается, десиптиконы. Но даже не знаю, как это воспринимать. Был спрос хороший, не был, я, честно, не знаю. Но эту серию мы вообще не рассматривали. И вот в данном видео мы, конечно, данную вещь исправили. Вот такой вот песик, конечно же, да, бульдог, если не ошибаюсь. Очень такой грозный здесь. То есть, наверное, пригодится для коллекции. И то, если, как бы, он не совсем, как бы, относится к трансформерам, хотя вроде бы относится, то, наверное, он не нужен вам. Но, честно, не знаю. Необычная серия. Задумка, наверное, прикольная. Но они, как бы, не трансформируются. Просто, чтобы поиграть, покидать, сгодится. А в коллекции, я даже не знаю. Вот потом у нас пошли вот такие уже пестрые, конечно же, трансформеры. Тут тоже у нас, получается, или два вида, что ли, было. Или они как даблпак, или как. Но вот такие были. Уточка злая. Вы думали, что утки добрые. Есть еще и злая утка, конечно же. Вот такое еще животное. Так как обезьянка, не обезьянка, или крот. Наверное, может, даже это крот, если не ошибаюсь. Вот такие животные. Монстры с оружием. Некоторые, вроде бы, тоже были как отменены. Не было в продаже, если не ошибаюсь. Были эксклюзивы, если ничего не путают. Курочка у нас тоже как-то необычная выглядит. Панда злая. Мы привыкли любить панд. А здесь, как бы, нужно их ненавидеть. Ну и вот такая игровая площадка, получается. Подробное фото я, увы, не нашел. То есть здесь, получается, превращается либо в такого, как бы, как огненного орла, феникса, что-то наподобие этого. Может, там их разложить, поставить и устраивать какую-то бойню. То есть вот такая серия без форм. Теперь давайте снова перейдем к привычным нам трансформерам и, конечно же, к мультсериалу Super God Master Force. Я иногда говорю что-то об этом мультсериале в рубрике «Вся правда о трансформерах», но давайте сейчас посмотрим этих трансформеров немного поближе и повнимательнее. То есть, получается, здесь у нас какая имеется тема. Как бы трансформер и человек – это одно единое. То есть, как претендеры, если не ошибаюсь. То есть вот об этом имеется тематика. Смысл данного мультсериала, получается, серии. То есть, люди дружат с трансформерами, они как-то как связаны, имеют броню под облику трансформера. То есть, не знаю, как я объяснил, хорошо-нехорошо, но даже у нас тут написано, что претендеры. То есть, они такие тоже, что ли, полутрансформеры, что-то около того. То есть, вот у нас Metal Hawk, конечно же, в виде робота получается вот такой вот результат, а как бы человек в вот таком костюме. Смотрится, конечно, интересно, либо наоборот, это вообще люди, но у них есть такая способность, что они могут как бы уфиличиться в размере. Честно, я до сих пор не совсем понимаю смысл данного мультсериала. Либо я немножко туплю, потому что видео снимают перед сном уже один с ночи или еще что-то. В этом мультсериале японцы здесь решили наколдовать. Не знаю, нужно-не нужно так было, но ладно. Значит, у нас другие герои, честно, я некоторых и имена не запоминал. Хотя, тут у нас написано «Феникс», замечательно, вот такой вот трансформер. То есть, тоже, альт-режим, получается, как я понимаю, там две имеются вещи. Робот, который с альт-режимом, и вот такая как бы как-то 130, которая не трансформируется. Если так, то как бы получается у нас огромная фигурка, имеется больше самого трансформера. Не знаю, ну, наверное, прикольно сделано, честно, хорошо, на человек похожий, и это замечательно. Еще один, конечно же, тендер у нас имеется. То есть, получается, ты можешь как-то поменять что-ли костюмы, или это два разных персонажа. Ну, конечно, не знаю, очень странно здесь получилось в данной фигурке. Потом вот такой у нас еще имеется трансформер. Ну, простенький, честно, простенький трансформер, но чем-то, возможно, кого-то он и приманит. А машина полицейская прикольная, и чем-то тоже будет напоминать те годы, конечно же. То есть, получается, здесь у нас еще и хедмастер имеется. Это что-то наподобие инферно, но это вроде бы не он, или он, честно, я не помню уже. Хотя здесь имя написано карб, значит, это не инферно. Но машинка получилась, правда, хорошо. Похоже на настоящее, это замечательно. В виде робота, но тоже нормально придраться мне лично. Ну, честно, не к чему. Если уж прям начать прям серьезно придираться, может, и найду, но так нормально, хорошо. Затем у нас еще один хедмастер имеется. Вот такая вот машинка в виде скорой помощи, если не ошибаюсь. Ну, прикольная машинка, хедмастера можно поместить вовнутрь. Замечательно. А сам робот, ну, вроде и ничего. Ноги скреплены, это, наверное, не очень хорошо, но как бы, ладно, еще ничего. Вот у нас еще такой персонаж имеется. Лайтфут его здесь зовут в японской версии, а на самом деле его немножко по-другому зовут. Вот сейчас у меня, честно, вылетело, но о нем я, конечно, уже делал информационное видео. То есть, ну, в виде машинки прикольно. Это уже, получается, здесь таргет мастер, если не ошибаюсь. Но, увы, ноги соединены, хотя, честно, с какой-то стороны это вроде бы и не мешает. Дальше у нас очередные трансформеры. Только здесь у нас, получается, даже не совсем таргет мастер, а как год мастер. То есть, что-то новенькое для меня, как мне кажется. То есть, результат вот такой, вроде подобные баги мы, если не ошибаюсь, видели. То есть, отличия минимальные. Еще один товарищ, это, вроде бы, десептикон или нет, или да, ну, скорее всего, наверное, нет. Или автобот, в общем, не, наверное, и так столь важно. Но спортивная машинка прикольно. Напоминает нам будущего альт-режима Миража, конечно же. А в виде робота, вроде и как-то страшно, вроде и простенька. Но тоже, с какой стороны, наверное, и прикольно. Затем у нас имеется вот такой оптимус правильный, сказали бы вы. Но, на самом деле, это, конечно же, у нас конвой. Если ничего не путаю, либо как-то еще по-другому можно его называть. То есть, опять же, имена, по-своему, решили поменять. Но, вроде, похоже, что мы получали в G1. Что-то здесь поменяно, конечно же, а здесь конкретно поменяно. Но дизайн необычный, свое решили сделать. Как бы, наверное, для кого-то на любителя, кто-то скажет, круто, офигенно. Но такой у нас был, как бы, конвой, оптимус, что-то около того. Дальше у нас, конечно же, имеется дабл-дилер. Если не ошибаюсь, тут его еще зовут дабл-клаудер. Ладно, но он имеет несколько, конечно же, альт-режимов. Результат вот такой. Но тут, могу сказать, получилось все очень даже прикольно, хорошо. Честно, придираться не буду. Мне нравится, как здесь все вышло. Да, есть, опять же, пустоты. Но, видимо, и тогда тоже не пытались везде заливать пластмассу. Поэтому, как бы, получается, наверное, мне не стоит придираться. Хотя, честно, временами пустота очень сильно прям бьет по глазам. Вот у нас год Генрай, конечно же. Мы тоже о нем рассказывали. То есть, усиленные, вроде бы, обычные Генрай или конвой, что-то около того. То есть, усилитель здесь он имеется. Вот, даже прицеп увеличился. В длину странно, конечно, местами выглядит. Но в виде робота вот здесь что-то такое необычное, мощное. И, наверное, кто имел такого героя, прям кто-то, может быть, и завидовал. Дальше это у нас, вроде бы, тот самый брат Фортрес Максимус. Вот, я уж не помню, как его звать. Вроде бы, тоже Фортрес. Но как-то немножко иначе. Тоже, все, считайте, то же самое, что у предыдущего, но только по другим. С другими цветами, может быть, какие-то фишечками. Но, честно, Титан, Титан, соглашусь, офигенно мощный. Потом вот такие маленькие тросомеры, конечно же, которые быстро трансформируются. Еще и заводные. С пулдак мотором. Я думаю, это с какой стороны, наверное, прикольно. То есть, такой танчик. Потом у нас вот такая машинка, конечно же. Детализация какая-то есть. Подвижность какая-то также имеется. Я думаю, ее достаточно. Потом у нас вот такие, что ли, хедмастеры или не хедмастеры, или кто это. Не совсем я понял, что это. Ну, ладно. Гот бомбер. Это у нас, вроде бы, тот самый усилитель для конвоя, если ничего не путаю. То есть, он либо превращается, как бы, в такую, как машину, не броню, либо в робота. Ну, вроде бы, в виде робота как-то ничего. А в виде вот альт-режима, немножечко, может быть, и странно. Хотя он больше сильно здесь похож не на машину, а на прицеп. Затем у нас еще, конечно же, имеется трансформер с различными режимами. Ну, какие-то режимы вроде ничего. В виде робота, ну, как бы, для тех времен, наверное, очень даже крут. С какой стороны это нам, наверное, уже непривычно. Но что-то подобное, вроде бы, и в будущем мы получим, только более получше. Вот, что могу сказать. Мы сейчас такого трансформера получаем, где, правильно, серии Legacy Core Class. А он, оказывается, не новый. Мы его не впервые видим. Оказывается, он и тогда выходил. Только здесь, получается, в упаковке у нас было два героя. Один просто в виде статуэтки, а другой, это уже трансформер, который превращается в альт-режим. А в данной версии от Legacy мы видим, что у нас трансформер имеет смесь, получается, двух вот этих, что ли, персонажей. И превращается в вот этот альт-режим. Видимо, хотели тоже что-то, наверное, такое раньше сделать, либо не хотели. Но сейчас задумка, как бы, не знаю, стала более крутой, возможно. Ну, хотя вот так тоже нормально с какой-то, может быть, стороны. Не знаю, честно. Как бы, почему вот этот персонаж именно вот так? Почему он вообще, как бы, в виде статуэтки? Почему они трансформируются вот в этот альт-режим, я честно не знаю. Но вот так вот тогда было. Сейчас немножечко все по-другому. И, наверное, с какой-то стороны это хорошо. Вот у нас еще один Skull Cruncher, если не ошибаюсь, иначе, либо вот его звать вот так вот. Тоже наподобие предыдущего трансформера, конечно же. И таких у нас будет немножечко. Также мы замечаем, что в серии Power Primes, если не ошибаюсь, они считаются как праймы, или не как праймы, а как усилители. Вот еще один трансформер, который превращается в летучую мышь. Но, не знаю, тут вроде и летучая мышь намного лучше вышла, да и робот вроде бы тоже ничего. Дальше у нас еще один монстрик, конечно же, и с Headmaster. То есть очередный Headmaster у нас, конечно же, и тут у нас такой, ну не носорог, но монстр. И Headmaster может повеститься в кабину и управлять данным, конечно же, монстром усиливать, помогать, поддерживать. Тут еще у нас один, тоже я не совсем знаю имена, тут хоть и написаны имена, но как бы это с японской версии. Возможно, некоторых здесь трансформеров, которых мы видим в обычных мультсериалах американской версии, наверное, даже и ни разу никогда и не было. Вот такой вообще непонятный с кличнями, как бы, ну альт-режим еще, может быть, и ничего в виде робота. Ну, может быть, и тоже, хотя я бы такого, честно, не брал бы. Потом у нас еще вот идут такие вот Годмастеры. Имеют, конечно же, альт-режим истребители. Мы подобный истребитель вроде бы где-то когда-то получали. Это уже у Дисптикона вроде бы у какого-то Секера, но здесь вроде истребитель ничего. Робот вроде бы так же, и он превращается в какой-то аппарат или усилитель для истребителей. То есть, получается, вот такие еще трансформеры. Есть, получается, Headmaster, Targetmaster, а есть Годмастер, который не голова, не пушка, а как дополняющий момент, как я понимаю, что-то еще подобное, конечно же. То есть, только здесь отличается сам истребитель, но и некоторые детали у робота. Вот еще Double Pack, конечно же, у нас имеется. Здесь происходит слияние двух трансформеров и образуется усиленный истребитель. И, конечно же, у нас имеется Overlord. Тут уже имя ему не меняли почему-то, ладно, но мы знаем, что с этим трансформером лучше не шутить. Тоже имеет много режимов, в виде базы превращается. Прикольно, хорошо, интересная, придраться лично мне ни к чему претензий нет. Дальше это у нас, конечно же, Black Zorak, перекрашенный Скорпунок. Есть свои отличия, но все остальное, честно, очень даже похоже. Хотя это у нас другой персонаж и в коллекции, наверное, правда, сильно пригодится кому-то. Сиконы, конечно же, вот он Скороль Посейдо, новый, конечно, Гештальт. Монстрики вот эти такие, правда, необычные, да и сам Гештальт вроде рассматривали, такой тоже прикольный. Супер пестрый, яркий, непривычный, но как бы что поделать, такое было в коллекции, наверное, кому-то тоже пригодится. Ну, еще вот такие какие-то необычные трансформеры, вроде бы я даже упаковок не нашел. Как бы это не серия, конечно, RPMs, но что-то тут вообще, не знаю, зачем их сделали, но вот такие были несколько трансформеров, странные, но ладно. Ну, еще вот такой трансформер, это вроде бы не Мегатрон, который превращается в пистолет, то есть получается не только Мегатрон превращался в пистолет, а кто-то еще. Не знаю, как бы очень необычный пистолетик, правда, ну, похож на пистолет, конечно, это игрушечный, с какой-то здесь еще антенной и пушкой, но в виде робота вот эти части, может, как-то сильно выделяется, это что у него, колено идет не туда, а прям выпирает тоже как-то необычно, наколенник такой тоже слишком мощный, но робот вроде ничего, в виде пистолета взял, поставил и все, как бы пугай своих, как говорится, коллег, друзей. Теперь, давайте перейдем к другому материалу, да-да, мы еще не остановились, а именно к Виктори. Начинаем. Нас встречает очередной, конечно же, Гештай. Здесь, как я выяснил, данные упаковки кажутся нам огромными, а на самом деле они не супер-то и огромные, они достаточно такие маленькие, то есть такую серию мы в будущем потом увидим, а именно в серии Transformers Universe 2005 года серия, что-то около того, у меня подобные имеются. Я все говорю, что у меня имеется такой девастатор, маленький из серии Universe, а на самом деле это он шестикомбайнер, как мне подписчик написал, и вот это как раз было тогда. То есть, получается, в 2005 году они решили перевыпустить, может быть, что-то улучшить, добавить, но тут опять же маленькие Transformers с альтережимами различными, вроде бы и прикольными, и, конечно же, у нас все это превращается в маленьких Transformers, либо объединяется в Гештайт, вот такой. Местами страшно, местами вроде ничего, но мы видим, да, некоторые формы, которые были, конечно же, в серии Universe 2005 года, плюс-мин, началась эта серия вроде бы немножко раньше, но странненькие гештальтики, вроде бы он немного поменьше по размерам. Потом у нас Triple Pack, который тоже, что ли, образует гештальт, как я понимаю, да, то есть, получается, нога-нога, туловище, с головой руками, то есть, вот такой вот гештальт, не знаю, надо было, не надо, но, видимо, такой герой Виктори в мультсериале был. Ну, ладно, вроде еще и ничего выглядит. Затем у нас имеется, если не ошибаюсь, Star Saber, вроде бы, как я понял по этим фотографиям, вроде получился очень даже и неплохо, хотя современный, который вот скоро будет в продаже или уже продается, он прям вообще мега-пупенно офигенный, и, наверное, стоит его иметь, хотя он будет стоить-то и 500 евро, то есть, правда, надо раскошелиться. Если нет возможности, то можно попытаться где-то этого найти, или, если вы имеете вот такого каким-то чудом, то, наверное, не стоит менять на новую, потому что это тоже, вроде, как я вижу, ничего, нормально. Альтержим прикольный тоже, имеется и, как бы, такой мини-хедмастер, и пушки, стволы, то есть, я думаю, тоже все очень даже на относительно хорошем уровне. Еще у нас имеется, конечно же, вот такой, как бы, как Титан, если не ошибаюсь, или просто трансформер с различными альтережимами. Результаты у нас вот такой вот исподобный. Да, да, мы что-то видели, когда рассматривали американскую версию, то есть, такой трансформер там тоже встречался. Вот, могу еще сказать, оказывается, ешкин кот, я только сейчас увидел, вспомнил кое-что узнаваемое. Такой сейчас скоро герой будет в серии Legacy, в подсерии Velocetron Exclusive. То есть, кто там скажет, что это перекачанный джаз и так далее. То есть, считайте, мы сейчас рассматриваем герой, который в мультсериале, а он будет у нас в серии Legacy спустя столько лет и времени. Мы, кажется, думаем, что данного героя нигде не было. На самом деле, он был и в мультсериале Victory. Вот оно как получается. Так что, если у кого-то будет возможность приобрести данного героя, наверное, стоит взять и не упустить. Но тут, конечно, у нас все очень странно. Шаттл неплохой. Альтережим не паровоз, а вот такая раскоряка. Не знаю зачем. В виде робота, ну, вроде еще ничего. Вот это зачем? Я, честно, не знаю, что это, куда это. Ладно. Затем у нас еще один трансомер. Вроде бы с различными режимами, если не ошибаюсь. Да, с двумя еще. В виде тоже такой, как пушки, животного. Но вроде неплохо. Очень такой массивно накачанный. С различными усилителями, пушками. Прикольно. Прикольно трансомер. Я придираться не буду. Потом у нас вот такой 4-5, конечно же. То есть, 4 различных героя. Гримлок, Джаз, Бамблби, Старскрем. Вот у нас инструкция на обратной стороне. И, наверное, прикольно. Такие малюсенькие, мальюсенькие трансомеры. Чет ли не серия Legend Core класс. Что-то около того. Дальше у нас ведут различные десятиконы. С маленькими, получается, трансомерами. Это у нас какой-то плохой, если не ошибаюсь, имя я сейчас не вспомню. То есть, да, здесь дабл паки, получается, с маленькими трансомерами. Но, простенько. Но, как бы, что поделать, такое, как бы, было. Вот у нас еще один такой подобный трансомер. Тоже, как бы, как-то они, наверное, могут объединиться в единое, как я понимаю. Но здесь получается так, что это у нас обычная ситуэтка, не трансомер. Что не будет трансомер ни во что. Но, он, получается, будет. Ладно. Очередной гештальт. Мы, вроде бы, что-то подобное видели. Но здесь немножко все будет отличаться. И тут могу сказать, что такое, не знаю, какой-то большой, небольшой. Честно, мне по фотографии сложно сказать. Но здесь данный товарищ получился намного лучше. То есть, то, что мы видели в самом начале, как-то не очень. Здесь прям уверенно, мне лично нравится. Затем еще вот такие трансомеры тоже с какими-то усилителями или что-то около того. Либо, да, у нас это Таргет Мастер оказывается. Истребитель прикольный. Что-то подобное в реальности есть. Сам робот, но тоже ничего. Получается, у него здесь скрипится на груди. То есть, Таргет Мастер у него в груди прячется, как у Санваева в мультике Трансформеры Prime. Да, вот еще один товарищ тоже с маленьким каким-то товарищем 10-ти коном получается. Истребитель вроде ничего. Робот тоже относительно еще нормально. Потом еще подобный, конечно же. То есть, да, они вроде бы чем-то и похожи, но отличаются, конечно же, истребителем. А раз истребитель отличается, то отличается местами и, конечно же, сам трансомер. Вот еще у нас одна машинка. Мы уже подобный альтержим видели. Тут уже, считайте, изменения. Ну, есть, но минимальные. Еще один такой вот подобный трансомер, у которого грудная часть будет как бы раскрываться и усиливаться. Что-то, пушка и так далее. Еще один тут у нас со сверлом. Ну, не знаю, альтержим прикольный. Сам робот, ну, тоже ничего. Хотя, честно, некоторых я брал бы, потому что, ну, наверное, не стоит. Вот у нас имеется такая команда. Разом ты мог приобрести этих всех, а мы еще рассмотрели по отдельности. То есть, у нас вот такой итоговый результат получается. Неплохо, может быть и странненький, но кто-то докупил, от него офигевал. Возможно, и сейчас будет офигевать и ценить будет. Знакомый, вроде бы, персонаж. Имя, к сожалению, я не помню. Тут уже имеется два маленьких товарища, которые помогут основному десептикону. Видеоробота получился здесь, правда, шикарно. Претензий нету, альтержим вроде тоже еще ничего хорошо. И это последняя фигурка по данному мультсериалу. А вслед за Виктори идет, конечно же, мультсериал Зон. И у нас очередная база, конечно же. Тут не просто база. Тут прям уже целый городок с различными маленькими трансформерами. Так что, кто такое сумел получить, заполучить Новый год и не только. Либо на другой праздник, я думаю, был сильно доволен. Потому что здесь ты можешь конкретно играться, устроить какую-то битву, просто на полки поставить. Так что вещь очень такая интересная. То есть передвижная станция с шаттлом раскрывается. Тут можешь поместить трансформеров. Либо тут, блин, прикольная вещь на день рождения. Вот такие товарищи у нас были по 11 вроде бы с Нишевас продавались. То есть подобных мы потом можем встретить в других, конечно же, различных сериях. То есть были различные паки. Маленькие, вот, либо в таком виде, либо вроде еще в каком-то другом виде они продавались. В других упаковках. Различные были маленькие трансформеры. Честно, прикольные, интересные. Казалось бы, маленькие трансформеры. Что в них хорошего? А честно, есть в них что хорошего. И такие, вроде бы, с Нишевас, персонажи. Выходили в серии, если ничего не путаю, Сич или Эрфрайс. То есть получается, они откуда взяли эту идею? С вот этого мультсериала. Если ничего не путаю, даже некоторые герои повторяются. Если ничего не путаю, потому что какие-то подобные картинки, сравнения я видел. То есть, да, может быть, страшненькие, ненужные. Но с другой стороны, они, честно, прикольные, интересные. То есть вот такие упаковочки. Различные трансформеры, товарищи. У нас такой был пак специальный, как бы, летный. То есть истребители, самолеты и так далее. Строительный, как бы, пак у нас был. Опять же, самолётики и всё. Значит, потом у нас были вот такие паки. Вроде, как бы, как с какими-то игровыми элементами. Или запускающими штучками. То есть, такой а-ля Оптимус. Но это не Оптимус. Наверное, прикольно. То есть, да. Здесь ты мог разместить маленьких трансформеров. И они могли, как бы, управлять пушкой. Такую мы вещь, как бы, как мне кажется, заметили по фильму третьему. Если не ошибаюсь. Там, например, где Бамблби с пушкой. Либо Мегатону из какой-то машины. И в пушку превращается. И так далее. То есть, как мне кажется, там идею позаимствовали вот здесь. В этом мультсериале, как мне кажется. Может, похожие моменты я вижу. Так же раскрывается. Так же превращается. То есть, получается. Видимо, когда появились такие подобные вещи. Это не новинка. Потому что раньше такое было. Просто сейчас взяли, усилили. И улучшили. И все. Вот подобный трансформер у нас выходил. Что-то около того. В серии Siege Air Force мы таких трансформеров вот видели. Пожалуйста. Наверное, вы узнаете, кто это. Возможно, такого персонажа кто-то и имеет. Не знаю. Прикольная вещь. Для города очень даже, честно, пригодится. Можно было еще и в красном цвете приобрести. Вот у нас еще один товарищ. Узнаем. Да, из серии Siege, если не ошибаюсь. В такую же вещь превращалась. Так что, получается, ничего нового они как бы не сделали. Просто взяли, переделали, улучшили. И вот вам как бы новинка. Но, ладно. Вот еще у нас такие были. Кто-то сказал, что вот если доработать вот эту вещь, то у нас получится OnSlat из серии Transformers Universe Voyager Class. Возможно, так и есть. Потому что, правда, данный транспорт техника очень даже напоминает того самого OnSlat, о котором не имеется. Я им доволен, но такое сравнение в интернете увидел на шоу. Вот у нас еще имеется что-то такое для маленьких трансформеров. Тоже такая игровая площадка. То есть, получается, по этому материалу решили сделать таких маленьких трансформеров и для них различные площадочки. Я думаю, задумка неплоха. Вот еще трансформер, который превращается в какую-то раскоряку и в самолет. Ну, будет прикольно. Придраться лично, наверное, мне не к чему. Еще один герой. Я, честно, имя не помню, но мы его раскрывали в рубрике «Соправда» в трансформерах, конечно же. То есть, тоже с различными альт-режимами. Но здесь, как мне кажется, получилось все практически очень даже хорошо и прикольно. Вот еще один трансформер, конечно же. Имя, честно, я не стал записывать, потому что я и так уже на это потратил немало времени, пока найдешь у себя фотографии, скачаешь, проверишь. Вот такой трипл так. А, получается, перепутал, где я говорил, что там объединяется. Я немножко перепутал. Вот. Тогда выходило. И в целом-то, вроде бы, пару лет назад что-то такое подобное выходило. Только вам во много раз лучше, наверное. Хотя и этого не стоит недооценивать. Но просто факт в том, что такое подобное сделали и в наше время. Дальше у нас еще вот такой, конечно же, наборчик. То есть, получается, они друг друга могут что-ли усилить. Потом у нас еще и такая игровая площадка. То есть, получается, перекрашенный Metroplex. Получается, да, вроде бы особо изменений здесь и не имеется. Как бы. Но, может быть, стоило бы, наверное, и отказаться. Вот еще маленькие трансформеры. Очень такие яркие. Современные, скажем так. И все. Вот на этом мы и закончили. И что же. Осталось совсем чуть-чуть. И это у нас вот такой необычный, конечно же, материал, который называется Return Convoy. Либо Return of Convoy. Как-то так называется. Да, Return of Convoy. Не знаю, есть такой материал или нет. Дополнительные серии. Или как я, честно, не знаю. Но несколько трансформеров здесь у нас тоже вышло. Вот такой вот гигантский трансформер, скажем так. Лидер-класс. Превращается в различные альт-режимы. И даже в такую базу. Ну, может быть, пригодится. Но мы видим, что робот такой, ну, прикольный. Да, простенький. Мало подвижности. Но для того времени, возможно, даже очень и хорошо. Очередной такой переделанный Metroplex. Тоже, как бы, хотя здесь отличия уже есть. Ёшкин кот, как его здесь раскорячил. Это Ёшкин кот. Просто я даже ничего не буду говорить. То есть, считайте, база на колесах. Возможно, как будто, правда, такая вещь и нужна. Как бы Optimus Prime. Но, наверное, здесь его не зовут как Optimus Prime. Еще и с маленьким трансформером. Ладненько. Гигантский. Очень гигантский. Который раскрывается в такую игровую площадку. Здесь, наверное, скорее всего, такие трансформеры, которые, как бы, больше для игры. Вот у нас очередной поезд. Не знаю, это переиздание или нет. Нет. Как бы, да. То, что повторили его. Но здесь они его сделали немножко иначе. Более, может быть, проще. Но, наверное, да, я похвалю больше того, такого подобного гештальта, чем этот. Тот вышел вроде бы получше. Но современный, наверное, переплюнет их обоих. Хотя, кто его знает. Мы еще конечный результат, если не ошибаюсь, не видели. Потом вот такие, конечно, были наборчики с различными маленькими трансформерами. И можно их вот так вот выпуливать с такого трейлера. Ну, такое подобное мы где-то вроде бы видели. И в наше время тоже такое выходило. То есть, различные паки были с различными машинками. Хотя машинки, как я вижу, повторяются. Только они взяли из других, конечно же, из серии. То есть, как бы что-то наколдовали и новое образовалось. Тут у нас вот из этого образовываются два трансформера. А подобное мы, конечно же, видели в серии F-Rice. Возможно, вот этот самый трансформер там и был. Но задумка прикольная. Вот у нас еще имеется транспорт, в котором имеется два трансформера. То есть, такой тоже а-ля, что ли, гештальт, не гештальт. Как бы наподобие скидца и мудфлаба во втором фильме, конечно же, в виде мороженицы. Вот, различные паки, конечно же, у нас были. И все. Вот стоечка. То есть, по вот этому как бы мультику вышла стоечка трансформеров. Ну и давайте закончим на последних трансформерах. Здесь у нас будут в основном гештальты маленькие и некоторые другие трансформеры. Начинаем. Тут у нас, вроде бы, они не относятся ни к какому мультсериалу, либо относятся, но к различным. То есть, то, что мы сегодня видели, вот они прямо здесь, как дополнительная отдельная серия. Опять же, повторяющиеся герои, это вроде бы протектоботы, но вроде бы в уменьшенном виде, если не ошибаюсь. Потому что подобную конструкцию мы уже видели в какой-то серии, если ничего не путаю. Но здесь просто другие персонажи. И вот этот, вроде бы, товарищ получился прикольно, хорошо. Может быть, если бы здесь как-то по-другому разукрасили, чуть-чуть как-то по-другому, не знаю, в каких цветах. Если бы чуть-чуть по-другому, может быть, было бы вообще идеально. Хотя тоже, вроде, хорошо смотрится. Э, брутикус уже в какой раз переиздаюсь в различных цветах, не знаю зачем. Но, честно, откровенно скажу, страх. Вот, кто бы что ни говорил, страшно выглядит. Лучше бы, честно, не делали. Вот, у меня подобный трансформер, честно, имеется. Но в таких салатовых цветах. Вот, в таких, конечно же, то есть, даже могу сказать, что вот, у меня вот эти все шесть трансформера имеются только в салатовых цветах, со своими именами, конечно же. То есть, это такой, как Девастатор, но, вроде бы, не совсем-то и Девастатор. И, получается, он еще может превратиться в такую летающую штучку. Я своих так не трансформировал, не делал, честно, я думаю, не надо. Но, вот такой тоже раньше был, и, получается, не совсем-то это и новинка получается. Дальше вот еще подобный гештальт был. И могу сказать, что вот то, что мы сейчас увидим, потом такое вышло в серии Universe. Так у меня, естественно, и то, что вот сегодня сейчас мы рассматриваем, тоже такое выходило. Так что, некоторых решили они переиздать. Здесь у нас, получается, летная тематика. Это его такой гештальт, но отличается от предыдущего и цветами, и некоторыми трансформерами. Но, как бы, скелет практически тот же самый. Вот у нас такая, как бы, как гоночная тематика, не гоночная, даже не знаю, кто это именно. Но результат мы видим, что не тот же самый, очень сильно похоже. Поэтому, наверное, стоило бы некоторых, наверное, и не брать, потому что, ну, честно, похоже. Вот у нас, опять же, поезда в уменьшенном виде. Наверное, и подешевле они. Ну, тут, вроде бы, считайте, что и у гигантского, только чуть-чуть поменьше. Если, правда, они в размерах отличаются. Честно, я это не скажу. Ну, вот такой вот миниатюрный трансформер гештальт. Ну, и дабл паки у нас, конечно же, пошли. То есть, не знаю, как бы, вроде как машинки, как транспорт, и неплохо с какой-то стороны, и ничего. Хотя они здесь выглядят, честно, очень сильно по-детски. Ну, вот этот герой, вроде бы, неплохо получилось. Вот, скажет, очень сильно похожи друг на друга. Да, здесь есть, но не все. Некоторые, например, отличаются. Вот этот транспорт вроде прикольный, яркий, отличается. Истребители здесь практически все друг от друга отличаются. Только нужно это отличить. Честно, найти они прям отличаются. Минимально ракета здесь, ракета там. Уже другой, как говорится, трансформер. Вот на подобие первой машинки, но чуть-чуть отличается. Вот она отличия. Ну, и тут истребители тоже со своими, конечно же, изменениями, минимальными. И еще вот такой парк, конечно же. Машинка, как бы, похожая, но вроде отличается. Истребитель тоже, как бы, похож, но отличается некоторыми моментами. Все, миссия выполнена. Мы, кажется, справились. Мы за час плюс-минус рассмотрели все эти серии. Если не ошибаюсь, мы рассмотрели семь серий. Семь, как бы, мультсериалов плюс-минус, если, грубо говоря, да, смотреть по моим папкам. И восьмую папку рассмотрели, как бы, микс. И что могу сказать? Среди вот этих таких интересных, необычных местами, возможно, странных трансформеров, честно, можно найти очень даже крутых, лучше современных, с суперпроработкой и таких трансформеров, которых, наверное, не захочется менять на новых и так далее. Наверное, масломасленный сказал, но правда, есть хороший трансформер, есть интересный трансформер, красивый, что, как бы, ты их будешь ценить и 200 лет, потому что они вышли идеально. Есть, конечно, странные, которых можно было, правда, не делать, либо были повторяющиеся с вопросом, а зачем вы сделали, как бы, ну, можно же было, как бы, пофантазировать, а вы и тогда, для того, чтобы продать как можно больше, делали что-то около того. Что могу сказать? Приконные трансформеры, то есть, японцы тоже смогли удивить. Наверное, не буду больше лишних слов говорить. Будем, наверное, заканчивать. То есть, вот, мы сегодня рассмотрели последние таринки, но уже, как бы, по японским мультсериалам, честно, сегодня было много трансформеров, нужно отдохнуть. Если что-то, где-то, чего-то еще найду, какие-то, там, не знаю, старые серии, посчитаю нужными их рассмотреть, мы, наверное, еще рассмотрим. Но, как мне кажется, все, что можно, я уже сделал до этого. И теперь мы будем рассматривать только новых трансформеров. Ну, а что поделать, рано или поздно некоторые вещи заканчиваются. Вот так, пожалуй, скажу в конце. Буду заканчивать. Все, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, нажмите обязательно на лайк для поддержки, также про колокольчик. Не забудьте, увидимся в новых свежих видео. И, конечно же, данные рубрики InGuar News также. Все, спасибо, всем удачи и всем пока.